Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы завершаем изучение первой книги Паралепименон. И сегодня мы будем с вами читать 29 главу. В начале этой главы с первого стиха по девятый говорится о пожертвованиях на храм. Кто сколько пожертвовал. И сказал царь Давид всему собранию, Соломон сын мой, которого одного избрал Бог, не потому что он Соломон, а потому что характер его души соответствует его имени. А имя Соломон, шломо по-еврейски означает мирный. Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен. А дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Здесь Давид понимает несоизмеримость того, что Бог делает для нас. Бог, о котором сказано, вначале створил Бог небо и землю. И то, что мы можем сделать для него. Кстати, вот эта несоизмеримость, это и есть главная разница между Ветхим и Новым Заветом. Ветхий Завет, это закон Божий. Как сказано, закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. Ветхий Завет говорит о том, что Бог хочет от нас. А Новый Завет говорит о том, что Бог сделал для нас. Понятно, что это несоизмеримые вещи. И золотоуство склицает, как небо отстоит от земли, так и Новый Завет выше Ветхого. Давид говорит, всеми силами я заготовил для Дома Бога моего золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных камней, аникса, и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще, полюби моей к Дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его отдаю для Дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для Святого Дома. То есть Давид, на самом деле, самого себя отдает перед смертью на благо построения этого храма, потому что все его помыслы, все его настроения, они связаны с этим. 6 по 9 стих говорится, как народ жертвовал, сколько собрали железо, меди, золото. И 9 стих, и радовался народ усердию их, то есть жертвователей, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. То есть мы должны радоваться только тем пожертвованиям, которые от всего сердца, а не тем, когда люди это делают на показ. Далее, с 10 по 19 стих, молитва царя Давида. Она очень интересна для нас. «И благословил Давид Господа пред всем собранием. И сказал Давид, «Благословен ты, Господи!» По-еврейски это звучит. «Барух ата адонай!» «Боже Израиля, отца нашего, от века и до века, то есть из рода в род, от века и до века, то есть из поколения в поколение, потому что одно поколение – это один век, а от века и до века – это из рода в род. Твое, Господи, величие, могущество и слава, и победа, и великолепие – все, что на небе и на земле – Твое». Действительно, все проистекает от Бога. Он – источник всех благ, сокровища благих и жизни подателю. «Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, то есть превознесенный в своей власти. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Действительно, в Библии сказано, в Новом Завете о Боге, что мы им живем, движемся и существуем. Давид продолжает молиться. «И ныне, Божий наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученной мы отдали Тебе». От руки Твоей полученной мы отдали Тебе. То есть все, что мы имеем, мы уже получили из рук Божьих. И как Христос говорит, «Отдавайте кесареву кесарево, а Божье Богу». А Божье Богу имеется в виду, что мы самих себя должны отдать Богу на служение, потому что мы по воле Бога живем, существуем и движемся. Потому что странники мы пред Тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как те дни наши на земле, и нет ничего прочного. То есть один род сменяет другой род, одно поколение – другое. Дни, месяцы, годы – все это летит. И если мы что-то хотя бы вернем Богу из того, что Он нам дал, это уже будет благо. «Господи Божий наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, то есть оно от Тебя, все от Тебя, и жизнь наша от Тебя, и души наши от Тебя, как сказано в створении человека, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в ноздри Его дыхание жизни, в лицо Его дыхание жизни, и стал человек душою живою». «Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие». Здесь Давид как бы говорит, «Ты знаешь мотивацию, почему я так поступаю. И ныне вижу, что и народ Твой здесь, находящийся, с радостью жертвует Тебе». Даже жертва наших уст, молитва, она должна быть радостной и добровольной, как говорится, ни вольник, ни богомольник. «Господи Божий, Авраама, Исаака и Израиля» Израиля – это в данном случае Иакова, «Отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца Твоего народа и направь сердце их к Тебе». Здесь Давид молится о том, чтобы вот это праздничное чувство общего религиозного подъема потом бы не растворилось бы в серых буднях его народа. «Сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего и направь сердце их к Тебе». То есть Господь может сохранить расположение мыслей, и Он же направляет сердца наши к Тебе. Далее Он молится, как царь, помолившись о народе, о всем народе, Он молится теперь, как отец о своем сыне. «Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои, уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого Я сделал приготовление». Далее с 20 по 25 говорится о том, как происходит воцарение Соломона. Более подробно об этом рассказывается в книгах царей. Здесь как бы никакой дополнительной информации нету. А вот с 26 стиха по 30 описывается смерть Давида. «И Давид, сын Исеев, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года». Вот сематика этого числа, 33 года, указывает на полноту возраста Христова. Христос прожил на земле ровно 33 года. И мы все воскреснем в полноту возраста Христова, тоже 33,5 года. Это такая сакральная цифра. «И умер, то есть Давид, в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его вместо него». То есть в жизни Давида все устоялось, а все неустойчивое утряслось. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, провидца. Вот почему в еврейской традиции первые царей и вторая царей называются первые Самуила, вторая Самуила, «Алиф Шмуэль», «Бет Шмуэль». Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, провидца. И в записях Нафана, пророка. Вот Нафан — это тот, который после смерти Самуила продолжал содержание книг царей, потому что в первой книге царей уже сообщается о смерти Самуила. «В записях гада прозорливца», этот прозорливец мог сменить Нафана, «равно и все царствование его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним, и с Израилем, и со всеми земными царствами». То есть теми, которые окружали святую землю, Эрцесраэль, были соседями Давида, и как они взаимодействовали с ним, об этом более подробно рассказывается в книгах царей. И самое последнее, Беда Достопочтенный в трактате о храме пишет, «Какого цвета были камни, из которых был построен храм?» Все эти камни приготовлялись уже при Давиде, но отчасти при Соломоне. «Какого цвета были камни, из которых был построен храм?» Ясно говорится в книге «Паральпоменон». Давид, показывая Соломону приготовленные им для храма материалы, сказал, «Камни аникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора». Это то, что мы прочитали в 29-й главе, второй стих, первый «Паральпоменон». «Белый мрамор», продолжает Беда Достопочтенный, называется «Пороским», потому что он добывался на острове с таким названием. О нем и поэт говорит «Прошли олеар белоснежный порос и разбросанные по морю кик лады промчались по водам, терзаемые ветрами». То есть мрамор был абсолютно белый, абсолютно белая чистота, потому что любой храм созидается праведностью и благочестием. Итак, сегодня мы окончили чтение первой книги «Паральпоменон». Если мы будем живы, Господь позволит, мы начнем изучение и продолжим второй книги «Паральпоменон». Спасибо всех, Господь! Продолжение следует...